Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока «Выдающиеся личности в науке и образовании». Заметка. Сегодня на уроке вы познакомитесь с выдающейся личностью в науке, сможете определить тему и основную мысль прочитанного текста, сделайте вывод о структуре прочитанных текстов и научитесь выделять жанровые особенности заметки. Внимательно рассмотрите фотографии и ответьте на вопросы. Что объединяет эти фотографии? Как вы думаете, о ком пойдет речь на сегодняшнем уроке? На фотографиях памятники Канышу Сатпаеву. Мы сегодня на уроке будем говорить об этом величайшем ученом Казахстана. Следующие вопросы, ребята. В какой стране находятся данные памятники? И как вы думаете, есть ли памятник великому ученому Казахстана за пределами нашей страны? Почему вы так решили? Все памятники действительно находятся в городах Казахстана. Караганда, Степногорск, Павладар. За пределами нашей страны есть памятник выдающемуся ученому. Точнее, не памятник, а бюст. Каныша Сатпаеву поставлен возле горного корпуса Таумского политехнического университета. Дело в том, что научная деятельность ученого широко известна и ценится далеко за пределами нашего государства. Чтобы поближе познакомиться с этим выдающимся человеком, я предлагаю вам прочесть текст. Сегодня, 9 сентября, в Степногорске состоялось торжественное открытие памятника великому казахскому академику, геологу и общественному деятелю Канышу Сатпаеву. Мероприятие прошло в рамках госпрограммы Туганжер. Аким города Ануар Кумпикеев отметил, что памятник современнику воплощает в себе идею нового, идею открытий, идею продвижения Казахстана на мировой арене. Увековечивание имен величайших личностей, открытие историко-культурных объектов, памятников – одно из ключевых направлений реализации Рухани Жангыру. Затем на церемонии открытия выступил автор памятника, скульптор Азаб Боярлин, который еще раз подчеркнул, что открытие памятника – это не только дань памяти великому ученому, но и равнение на большие дела в будущем. Гостями торжественного мероприятия стали первый казахстанский космонавт Тохтар Аубакиров и внучка выдающегося ученого Алима Жармагамбетова. В конце церемонии было отмечено, что новый памятник стал свидетельством глубокого уважения к величайшей личности, ставшей символом эпохи. Теперь предлагаю выполнить задание по тексту. Задание первое. Определите тему прочитанного текста. Задание второе. Выберите из предложенных вариантов предложения, которое точнее всего передает мысль прочитанного текста. Посмотрим на эти предложения. В Степногорске состоялось важное мероприятие. Гостями торжественного мероприятия стали первый казахстанский космонавт Тохтар Аубакиров и внучка выдающегося ученого. На открытии памятника выступил Аким города. В Степногорске состоялось открытие памятника великому казахскому академику Канышу Сатпаеву. Подумайте, ребята. Давайте проверим, как вы выполнили задание. Темой прочитанного текста является открытие памятника Канышу Сатпаеву. Основная мысль текста отражена в предложении. В Степногорске состоялось открытие памятника великому казахскому академику Канышу Сатпаеву. Следующий блок вопросов, ребята. Какие структурные части можно выделить в прочитанном тексте? Как вы думаете, где можно встретить такой текст? К какому стилю он относится? Можно ли сказать, что перед нами интервью? Почему? В данном тексте можно выделить три части. Вступление, основная часть и заключение. Такой текст можно встретить в газете. Стиль публицистический. Можно ли сказать, что перед нами интервью? Нет, ребята, нельзя сказать, потому что здесь нет беседы двух лиц. Текст построен в виде сплошного сообщения. Сегодня мы познакомимся с новым жанром публицистического стиля заметкой. Заметка в газету – это жанр публицистического стиля. Это краткое сообщение о каком-то важном и новом факте, интересном для читателя. Автор сообщает о том, что произошло где, когда, с кем и почему, выделяя основную мысль и высказывая свое отношение к происходящему. Главные черты заметки – достоверность фактов, новизна, яркий заголовок, краткость и точность изложения. В основе заметки лежит описание факта и случая. Обратите внимание, ребята, на следующий факт, что в заметке всегда выделяются три структурные части – введение, основная часть и заключение. Каждая структурная часть пишется с красной строки. Еще одной важной частью заметки является ее заголовок. Заголовок выполняет рекламную функцию, отражая суть заметки. Во многом от заголовка зависит, прочтут или не прочтут люди данную заметку, заинтересуются ли темой. Заголовок должен состоять не более чем из четырех-пяти слов, выделяют следующие типы заголовка. Заголовок «Информация» связан с темой материала, например, «Нет учебника про Ваню». Заголовок «Образ» привлекает внимание читателей, «О прожженной скатерти, второй жизни и многом другом» из беседы с учителем химии. Заголовок «Тема» – ярмарка, выставка. Заголовок «Идея» – сделаем наш мир лучше. Заголовок «Противопоставление» – не смех, а слезы. Заголовок «Парадокс» – сочетание несочетаемого, например, «Витязи» в кедах. Заголовок «Цитата» из текста. Заголовок «Перефразирование цитаты» – один на всех, все на одного. И заголовок «Крылатая фраза» – Платон не друг, но истина дороже. Давайте, ребята, теперь попробуем отработать теоретический материал на практических заданиях. Итак, задание номер один. Попробуйте понять, к какому типу можно отнести следующие заголовки и предположить, о чем же пойдет речь в заметке. Открыт памятник Канышу Садпаеву. Талант немасштабный, но многогранный. Наука открывается тем, кто ей служит. Подумайте, ребята. Давайте проверим, верно ли вы выполнили задание. Первый заголовок – это заголовок информации. О чем пойдет речь, можно предположить. Речь пойдет об открытии памятника. Второй заголовок – это заголовок противопоставления о многогранности таланта Каныша Садпаева, ученого, исследователя, геолога. И третий заголовок – это заголовок цитата о научной деятельности Каныша Садпаева. Я уверена, ребята, что вы верно выполнили данное задание. Давайте выполним следующее задание. Заполните таблицу, ответив на вопросы по тексту. Еще раз внимательно посмотрите на текст. Заполните таблицу, ответив на вопросы по тексту. Итак, ребята, давайте проверим, верно ли вы выполнили задание. Во введении мы должны были ответить на вопрос, какое это событие. Событие это торжественное. Где, когда оно происходило? В городе Степногорске 9 сентября. Чему было посвящено открытию памятника Каныша Садпаева? Теперь переходим к основной части. Кто присутствовал? Первый казахстанский космонавт Тохтар Аубакиров и внучка выдающегося ученого Алима Жармагамбетова. О чем говорили приглашенные? О великом вкладе в науку Каныша Садпаева. В заключении говорится о том, как повлияет данное событие на жизнь общества. Памятник воплощает в себе идею открытий, идею продвижения Казахстана на мировой арене. Сегодня на уроке мы познакомились с выдающейся личностью в науке. Определили тему и основную мысль прочитанного текста, его структуру. Научились выделять жанровые особенности заметки. Наш урок подошел к концу. До свидания, ребята. До встречи на следующем уроке. Редактор субтитров А.Семкин